Приветствую вас на канале. Вот к нам приехал Киа Нира. Это плагин гибрид 19-го года. Автомобиль не заряжается от внешней зарядки. Так, автомобиль ездит, ошибок вроде как нету, но заряжаться автомобиль не хочет. Вот вроде как зарядка пошла. 0,3 А. И вырубает. Так, будем тогда разбираться, в чем же здесь дело. Сделал диагностику автомобиля. Из всех ошибок у нас есть только одна ошибка в встроенном Gateway Power модуле. И ошибка звучит как неисправность привода входа. И из-за этого у нас автомобиль и не заряжается. Не так давно я уже делал видео с подобной проблемой только на Hyundai Kona. Но в тот раз зарядный порт был европейского типа. И в зарядках европейского типа действительно есть блокиратор зарядного порта. Hyundai Kona. Автомобиль у нас вообще не видит зарядку. Не включается, не активируется. И он не видит, что даже включена зарядка. При этом по фактическим параметрам, которые я уже проверил. При подключении зарядного порта она видит напряжение, видит ток. Правда он почему-то не растет. Через какое-то время это все параметры падают. И у нас автомобиль заряжаться не хочет. Начали уточнять у владельца автомобиля. После чего это произошло. Оказывается, что это произошло после того, как заменили 12-вольтовый аккумулятор. Но в заряднике тип 1 такого блокиратора нет. И возможно, что ошибка имеет программный характер. Либо же что-то случилось при замене аккумулятора. Или не от самой замены аккумулятора, а скорее из-за слабого старого аккумулятора. Ведь не зря его заменили. После кодирования, программирования зарядника и удаления ошибок, у нас ошибок больше нет. Кстати, здесь у нас мотор 1.6 с непосредственным впрыском. И еще и плагин гибрид. То есть машина должна быть суперэкономная. В общем, после перепрограммирования и кодирования зарядника у нас ошибки пропали. Автомобиль уже заряжается. Ошибок никаких не светится. Вот сейчас поставлю на зарядку. Так вот у нас пошло 9.5 ампер из 10. И лампочка индикация зарядки уже загорелась. То есть автомобиль заряжается, работает. И теперь, когда мы уточнили у владельца, после чего это произошло, то владелец сказал, что это случилось после того, как заменили 12-вольтовый аккумулятор. И неужели при замене аккумулятора может быть такой сбой, и автомобиль перестал запускаться? В общем, сейчас, так как у нас все работает, попробуем провести эксперимент. Отключим 12-вольтовый аккумулятор и посмотрим, будет ли у нас автомобиль после этого заряжаться или нет. Слетят ли у нас кодировки зарядника или нет. В общем, такой эксперимент у нас. Аккумулятор у нас находится в багажнике. Снял клемму. Автомобиль у нас потух. Стоит выключенный. Сейчас дам ей постоять несколько секунд. Верну 12-вольтовый аккумулятор на место и посмотрим, будет у нас он заряжаться или кодировки слетят. Прошло у нас некоторое время. Блин, часы разрядились. Прошло у нас некоторое время. Сейчас верну обратно клемму и посмотрим. Прошло у нас. Кстати, пробег на автомобиле 33 654 мили. Так, зарядка у нас пошла. 9,5 ампер из 10 возможных. И индикация зарядки тоже работает. То есть, это говорит о том, что, скорее всего, не замена аккумулятора была виной того, что слетели прошивки, а слишком низкое напряжение. Блоки выходили на связь, но при этом недостаточно было питания их и пошел сбой. То есть, страшно не от соединения аккумулятора, а страшно, когда он разряженный. Поэтому следите внимательно за своими аккумуляторами, чтобы они не разряжались. Потому что на обычном двигателе внутреннего сгорания, когда аккумулятор подсевший, то это слышно по работе стартера. Либо он не крутится, либо плацает, либо еще какие-то, либо слабо крутится, то на электромобилях все гораздо сложнее. На срабатывание контакторов, в принципе, хватает и тот ток, который есть, который аккумулятор может выдавать. Но при этом, зачастую, когда дохлый аккумулятор, этого тока не хватает, чтобы полноценно прижать контакторы. Вследствие чего и контакторы подгорают, и происходят неприятные моменты. И параллельно с устранением проблемы зарядки, владелец попросил заменить масло в редукторе. Здесь масло около 2 литров, вот мы слили. Сейчас будем заливать свежее масло. И это очередной представитель загнивающего запада. Эти автомобили Кианира были гибридные, плагин гибрид. И в 2019 году, этот автомобиль тоже, кстати, 2019 года, появились еще Киа Нира EV. В общем, вот такой вот автомобиль. Кстати, этот автомобиль был признан самым экономичным гибридом, который проехал расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Вот такой вот автомобиль. Здесь даже можно посмотреть, что применяется такая система теплообменника для нагрева антифриза. Которая нагревается за счет выхлопных газов. Для того, чтобы быстрее нагревать салон. Не только с мотора, а и с выхлопных газов. В общем, все для экологии и для экономии. Кстати, батарея здесь установлена на 8,9. На 8,9 кВт-час. Эта батарея стала устанавливаться на автомобилях после 2018 года, если не изменяет память. Ну и, конечно же, тест-драйв. Как же без тест-драйва заканчивать ремонт автомобиля? Кстати, этой батареи хватает, на данный момент заряда хватает на 12 миль. И на бензине 213 миль автомобиль может проехать. В общей сложности 225 миль. При том, что сейчас полбака меньше, чем полбака бензина. И заряжен аккумулятор на 2,3. То есть, примерно на 6, где-то на 5 кВт-час. На 6 кВт-час. А полного заряда хватает, наверное, миль на 20. И только когда в режиме Power включается двигатель внутреннего сгорания, а до него все время автомобиль едет на электротяге. Чтобы подытожить данное видео, хотелось бы порекомендовать зрителям нашего канала, чтобы следили за состоянием своих 12-вольтовых аккумуляторов. А мы, в свою очередь, попробуем приобрести для этих целей тестер аккумуляторов, чтобы проверять и давать заключение о состоянии 12-вольтовых батареи. Мира всем и свободы Украине от оккупантов. До скорой встречи. Всем пока.